Меня зовут Вера Богданова и я хочу сказать несколько слов о моем романе «Сезон отравленных плодов». Это история поколения современных 30-летних россиян, которые родились в конце 80-х и 90-х и взрослели на развалинах Советского Союза. Это история великой любви, которую герои проносят через всю жизнь. А жизнь их отравлена экономическими кризисами, терактами, политической нестабильностью и устаревшими социальными устоями. «Сезон отравленных плодов» — это в первую очередь роман о девочках, девушках и женщинах на постсоветском пространстве, которые много учатся, много работают, зачастую содержат не только детей, но и всю семью. И при этом парадокс. Они бесконечно молчат и обходят острые углы, и терпят критические замечания, а зачастую и побои. Старшее поколение в России считает это особой женской мудростью. Якобы с мужчиной не нужно спорить. Нужно быть хорошей. Мужчина обязательно должен быть, иначе ты неполноценна. Но чего женщина на самом деле хочет, если отбросить установки, которые диктует ей общество? Речь в романе идет и о домашнем насилии, о невозможности бежать от преследующего тебя мужчины, с чем сталкивалась, наверное, каждая третья женщина в России. Моей главной целью стало показать механизм лишения человека голоса. Механизм приучения его к ситуации насилия, к тому, что насилие — это норма. В детстве я видела домашнее насилие и в моей семье. И мне часто говорили, что нужно вести себя тише, тогда все обойдется. Опасно высказывать свое мнение, за это можно пострадать. Но малое порождает большое. И то, что становится нормой внутри семьи, в итоге становится нормой для всего общества. И то, что сезон отравленных плодов получил такой отклик у читателей, то, что он остается бестселлером уже третий год, значит для меня одно. Что о круге насилия и молчания, думаю, не я одна. И я хочу поблагодарить издательство «Акцюд» и замечательную переводчицу Лоранс Фулон за возможность быть услышанной читателями во Франции. Лоранс Фулон за сезон.